За подписью руководителя страны вышло постановление о мерах поддержки научно-исследовательской деятельности и внедрению системы непрерывного профессионального развития в сфере народного образования. Согласно документу, с 1 марта стартует система изучения потребностей работников повышения квалификаций, а профессиональное развитие будет выстраиваться индивидуально, причем все результаты, опыт и потенциал найдут отражение в личном портфолио. О других новшествах, внедряемых в сферу и целевых индикаторах в комментарии программы. Эффективность, результативность, отдача и достижение поставленных целей. Перед началом какого-либо дела или реализации перспективных бизнес-планов каждый шаг требует не только отдачи и самоотверженности. Уровень профессиональных знаний имеет превалирующее значение в процессе воплощения в жизнь поставленных задач. Но если учитель не обладает нужным потенциалом, что можно ожидать от его учеников? Сегодня преподаватели повышают квалификацию раз в пять лет. Это нормально? Конечно же нет. В современном мире за год-два меняется все окружение человека, не говоря уже об информационных и педагогических технологиях. Международный опыт, в том числе таких стран, как Финляндия и Эстония, входящих в мировой топ по качеству образования, показал, что совершенствование в этом направлении не должно останавливаться ни на миг. Потому в соответствии с постановлением президента о мерах поддержки научно-исследовательской деятельности и внедрению системы непрерывного профессионального развития в сфере народного образования, с 1 марта 2021 года внедряется новый порядок повышения квалификации педагогов на основе непрерывного профессионального развития, когда учителя ежегодно будут развиваться и повышать свой интеллектуальный и предметный потенциал с необходимостью сбора нужного количества кредитов. Подписанное постановление открывает новую веху в развитии системы повышения квалификации сотрудников народного образования. Так как до сегодняшнего дня система повышения квалификации для педагогов была основана на систематичном характере, то есть они приходили и повышали свою квалификацию каждые 5 лет, а потом, грубо говоря, 4 года и 11 месяцев только работали, по новой системе внедряется непрерывная система повышения квалификации, когда устанавливается ежегодное требование, количество часов, когда педагог должен будет повысить свою квалификацию без отрыва от производства, то есть не покидая свою школу и не останавливая педагогический процесс. А до этого, каждые 5 лет, когда педагог ехал в Центр повышения квалификации, останавливалась его трудовая деятельность, взамен было необходимо найти другого педагога, поскольку учебный процесс в школе не мог остановиться. В результате этого очень сильно снижалось качество образования. Документ готовился основательно. В период с 5 ноября по нынешний день прошло 10 обсуждений, вебинаров, круглых столов, видеоконференций, а также в социальных сетях. В разработке принимали участие специалисты 14 министерств и ведомств, в том числе зарубежные эксперты. Безусловно, он содержит много инновационных моментов. Но именно это свидетельствует о дальновидности руководства, которые предвидят те вызовы, которые встанут перед системой образования в будущем и уже сейчас направляют все свои ресурсы на развитие человеческого капитала в Республике Узбекистан, что вызывает самые положительные эмоции. И это подкрепляется не только текстом формальных документов, но и теми проектами, которые реализуются уже сейчас. Здесь нельзя не упомянуть совместный проект Министерства посвящения Российской Федерации и Министерства народного образования Республики Узбекистан. Практика будет осуществляться следующим образом. Разрабатываются дифференцированные программы повышения квалификации и внедряется практика подготовки работников народного образования по программам, соответствующим их уровню квалификации, знаний, научно-педагогическому потенциалу, опыту работы и индивидуальной траектории профессионального развития. В дополнение к традиционному повышению квалификации вводятся гармонизированное, дистанционное и другие виды профессионального обучения. Индивидуальный подход к каждому педагогу. То есть, во-первых, до сегодняшнего дня повышение квалификации строилось на одном учебном плане. То есть, педагог математики, будь ли он высшей категории, либо второй категории, либо первый, приходя в центр повышения квалификации, учился на одной программе. Кому-то это было слишком сложно, кому-то это было очень просто. Теперь будет строиться индивидуальная траектория образования, и каждый педагог, исходя из своих знаний, из диагностики, для него будут подобраны определенные модули. Делается это для того, чтобы избежать так называемой уравниловки и индивидуально подходить к каждому. Утверждаются минимальный размер кредитов, так называемых академических часов, которые должны быть набраны работниками народного образования в системе непрерывного профессионального развития, а также перечень альтернативных форм повышения квалификации учителей и определяется размер кредитов, соответствующих каждой форме. При этом освоившие альтернативные формы считаются накопившими определенную сумму кредитов по соответствующей форме. Такие развитые страны, как Сингапур, Южная Корея, Голландия, в которых образование считается одним из лучших, пользуются данной кредитно-модульной системой, и там определенное количество часов, не менее 100 часов в год, предоставляется учителям, которые проходят их как обязательные. Я думаю, что такая система даст свои эффекты, свои результаты, и мы об этом еще будем говорить в дальнейшем. Ну и следующий аспект, который заслуживает внимания в данном документе, я считаю, что это дифференцированный индивидуальный подход. При существующей системе нынешней педагоги объединялись в группы, и при этом не учитывалось то, что у каждого свой педагогический опыт, свои какие-то психологические данные. То есть каждый учитель самобытен и особенен, да? И каждому учителю предлагалась единая форма, при которой проходило вот это самообразование. Но оно не давало особого эффекта. Теперь педагоги будут иметь возможность учиться либо в высших учебных заведениях, повышать свою квалификацию, либо в частных учебных заведениях. То есть тем учреждениям, где они прошли обучение, будет компенсирована сумма обучения. То есть государство будет оплачивать и высшим учебным заведениям, и частным секторам, и это даст возможность больше вовлечь организации и учебных заведений, а с другой стороны повысить конкуренцию. Процесс повышения квалификации педагогов вовлекаются не только 14 вузов, готовящих соответствующие кадры, но и негосударственные образовательные учреждения, реестр которых формирует Министерство народного образования. Совместно будет разработан реестр негосударственных образовательных организаций, которые будут осуществлять повышение квалификации педагогических кадров. То есть для негосударственных и государственных организаций будут разработаны новые требования, по которым данные организации могут осуществлять данную деятельность. До 1 июня 2021 года будут разработаны и внедрены в практику модули педагогической подготовки студентов непедагогических направлений, бакалавриата, высших учебных заведений, научно-исследовательском институте по изучению проблем и перспектив народного образования имени Авлоуни и региональных центрах повышения квалификации. Отметим, что приниматься будут студенты последних двух курсов. Освоившие модули дополнительно получат сертификат и смогут преподавать в средних и профессиональных учебных заведениях. На сегодняшний день не хватает свыше 1 тысячи учителей по информатике и иностранным языкам химии. Помимо этого, окончившие вузы по непедагогическим направлениям дипломированные специалисты смогут пройти шестимесячные курсы и начать преподавать. Обозначены меры по рассмотрению основных восьми задач института имени Авлоуни и его статуса, требования по оплате труда сотрудников и стимулированию источников финансирования, в том числе в небюджетных. С 1 июня 2021 года в институте начнет функционировать годичная магистратура по специальностям менеджмент в образовании и обучения взрослых на платно-контрактной основе, подготовка докторов педагогических наук по специальностям менеджмент в образовании, теория и методика преподавания предметов и теория и методика электронного образования. Документом утверждаются целевая программа по совершенствованию деятельности, целевые показатели, план график повышения квалификации сотрудников научно-исследовательского института по изучению проблем и перспектив народного образования имени Авлоуни, а также дорожная карта по непрерывному развитию профессионального образования работников сферы. Запланированы стажировки научных сотрудников в ведущие мировые центры для изучения передового педагогического опыта и технологий. Все это в комплексе позволит ежегодно осуществлять непрерывное профессиональное образование для 450 тысяч учителей и около 2000 методистов. 81 тысяча работников народного образования пройдут обучение на независимых дистанционных курсах повышения квалификации международного уровня. Учитель сам будет решать, выбирать, как, где и когда он будет учиться и чему учиться, учитывая именно свои пробелы в знаниях, которые у него есть на данный момент. Мы понимаем, что именно наука должна в сегодняшний третий ренессанс, именно наука должна послужить прогрессом развития экономики нашей республики. И кто, как не мы, учителя, должны этому способствовать. Старая система повышения квалификации именно учителей в школе, она, конечно же, немножко устарела. И именно вот это вот новое постановление даст возможность учителю коренным образом пересмотреть свой подход к получению образования. Ведь учиться надо на протяжении всей своей жизни. Хочу отметить три основных аспекта этого постановления. Во-первых, документом институт имени Аулауни определяется в качестве ведущего центра по изучению лучшего международного опыта и его введения в практику. Основываясь на своем опыте, могу сказать, что институт будет занимать особое место в плане доведения передовых научных изысканий. Во-вторых, важную роль играет сотрудничество Министерства образования, госинспекции по надзору в сфере и Министерства высшего и среднего специального образования. В-третьих, утвержденная дорожная карта на годы вперед определила конкретные задачи для работников системы образования и системы переподготовки. Постановление президента – важный шаг для улучшения качества образования в целом. До 30% нагрузки ляжет на частый сектор. В два раза вырастет число профессоров в региональных центрах переподготовки. Более 30 научных сотрудников смогут не только ознакомиться с опытом, но и перенять его в Корейском институте развития образования, Академии Финляндии, Российской академии образования, Российском государственном пединституте имени Герцена, Питцбургском государственном университете. Для внедрения финского или другого зарубежного опыта в наши школы в первую очередь необходимо обязательно повысить квалификацию педагогов, которые работают в данных школах. И в этом случае наши педагоги, наши преподаватели являются самым главным звеном в реализации поставленных задач по внедрению финского опыта. И в этом отношении повышение квалификации педагогических кадров в новом формате с учетом международного зарубежного опыта будет способствовать повышению качества образования. Государственная инспекция совместно с Министерством образования будут постоянно обновлять и усовершенствовать данные учебные программы в соответствии с развитием мировой экономики. Ученые института смогут опубликовать свыше 50 научных сотей. Так же как в здоровом теле здоровый дух, так и у хорошего наставника в основном грамотные и развитые ученики. Один учитель может дать классное образование сотням, и эти сотни выльются в тысячи, миллионы квалифицированных и профессиональных кадров. Если они окажутся в том месте, где они принесут больше всего пользы, то отдача и результативность не заставят себя ждать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok